Мама, детей, мамы, вопросы, вопросы. Всё, всё, интересно. Я поняла. И как вы пришли в бизнес вообще? И что? В 2017 году я пришла в баню компании. Это почти три года назад. А всё, что у меня восьмя было много. Работу я только в Инстаграме. Знакомые за мной не пошли. Сетевой это всё, это сеха, деньги там. Сказали мне, что это всё фигня. И я начала работать в Инстаграме. Начала себя пробегать в Инстаграме. Всякими рекламами за банкер, спам. Спам это просто по 300-400 смс в день. 5 страниц, ты пишешь постоянно. Будин у тебя стоит каждые два часа, чтобы у тебя акаунтой не заблокировали. Дальше начала работать таргетом. Сейчас работают таргетингом. Ходящий поток будет хороший, но таргетинг именно идёт не через Facebook, а именно через кнопку продвигать, кто знает. Многие думают, что кнопка это бестолковая. Но на самом деле для меня... Опять же, у каждого человека своё мнение. У меня, да это своё мнение. Для меня оказался успоко, как Facebook. На который я просто деньги потратила. И выколпа не было никакого. Хотя входящих зарядок было по 100-200. Вот так вот. Главное, короче, мы приходим к обучению к такому, да? Давайте, правда, вопросы какие я... Правда, я волнуюсь. Инкредитирование ваше. Сама как пришла? Инкредитирование. Есть ли? С холодным выигром или так далее? Наверное, нет такого, потому что каждый человек он индивидуальный, с каждым человеком индивидуально работаешь. И чтобы какая-то вещь обоприяла на какого-то человека, у меня такого нет. То есть... Ну да. Самое интересное. Да, да. Скажите про меня. Обычно сегодня. Я не буду хаять сейчас. Я сама не ищу людей. Я не ищу людей. Сами люди приходят, сами пишут. И я просто лишь только отвечаю. Добрый день. Ставьте мне свой контакт. Я сама свяжусь по WhatsApp. Работаю я по WhatsApp. Я не созваниваюсь. Ни видеосвязь, ни Skyrim, ни какие-то там разговоры. Чисто просто WhatsApp. Голосовые, SMS, вот так вот. То есть человек мне сам написал. Я дала, добрый день. Ставьте мне свой контакт. Я ответила. Мне оставили номер телефона. Опять же ответил про ограничивающие убеждения. То, что говорят снилс, телефоны и много-много всего-всего. То, что якобы не даю. Скажу вам честно. Прямо все сто процентов даю добрый телефон. У меня ни одного не было человека, который не написал мне о том, что якобы... Нет, давайте мы здесь с вами пообщаемся. И там WhatsApp мне неудобно или еще что-то. Нет такого. Смотря как вы пишете. Нужно уверенно быть в себе. Прямо сто процентов. Уверенной быть в том, чем вы занимаетесь. Любить это дело на сто процентов. И грифовать от самого себя. Если вы будете удовлетворены сами собой, у вас будет всегда все улучшаться. И у вас не будет никаких мыслей о том, что ко мне не идут люди, мне не отвечают. В смысле это вообще отдельная история. То, что там люди отказываются. Такого не будет. Можно еще? Готовы аудиозки? Как через каждую дебюта? Нет, не готовы ни сюда. Давай так. У меня... Сейчас секунду. У меня... У меня есть три текста. Если я завалю, то я завалю постоянно. У меня есть три готовых текста. Они очень маленькие. Если человек написал мне, я просто скидываю эти сообщения. И сообщения по факту... Кто смотрел Питер... Я рассказывала. У меня прям... Я нечему не срываю. Я сразу пишу. Я в СИО-маркетинге. И я пишу, что вообще... Какие-то плюсы. Есть плюсы, перечисляю. В конце у меня, скажем, основной минус. То, что нужно работать. И немного о компании. Ей там 8 лет сейчас уже. Откуда она стартовала? Куда она стартовала? Когда она в Россию зашла? Какое качество у промпродукции? То есть вот так вот. И после этого у меня... Если посмотреть вот именно моего знака. После этих трех текстов. Я не готов зарегистрироваться. Ну то есть у вас. Можно? Вот вы коррегистрировали, да? Человека. Что дальше? Вы их настраиваете на продажу. Или вот на последнее. И вы спрашиваете. Какой из видов вас заинтересовало? Как процесс идет общения? У меня нет такого определенного. Что я разделяю людей на каких-то два тима. Там продажи и бизнес. Нет. Человек мне написал по поводу работы. Я добавила его в WhatsApp. Я объяснила сетевого. Именно в нашей компании. Все. Она зарегистрировалась. Далее сама выбирает. Что ей угодно. Что ей по душе. Я просто ей рассказала с информацией. Где какой ты можешь иметь доход. Все. Она прошла ей и сразу. Я ей скидала абсолютно всю информацию. Это документы как по оформлению из программа. По поводу с возражениями. Видео одно. Ну так. Вкратце. И добавляю человека в чат. Ну и работаю с ним. Обещаю. И 24 на 7 как бы общаемся с ним. Но в основном у меня складывается такой диалог. Чтобы не перегружать информацию. Ну бывает доходим до того, какие у меня проблемы с семьей. То есть не вышли как на кота общения. Да. Именно общение такое то, что. С большинством людей так. То, что я не всегда именно общаюсь в бизнесе. Прям 24 на 7. Такого нет. Людей это. У многих отпугивает. А когда ты общаешься на личные темы. И уже заходишь до того, что. Человеку вроде в долгом неделю знаешь. А общение происходит такое, что как будто уже год ли с ним знаком. Он наладит этот контакт. Да. Скажите пожалуйста. Вот вы говорите. И торгиевство. Главное, что она как бы не повлияла. Вот что это за кнопка? Как ее настраивать? Вот про кнопочку, которую вы сказали. Это в инстаграме. Вы выводите свой инстаграмный бизнес аккаунт. И под каждым ростом у вас есть кнопочка продвигать. И вы уже нажимаете продвигать. Вы выбираете там свою аудиторию. Вы выбираете города. И устанавливаете график. У меня в сумке стоит минимум доллара. У меня нет мнения рубля. По-моему, по долларам. У меня стоит доллар. И изначально, когда я запускала его, чтобы он раскачался. Я запускала его только на сумме. Кто бы что мне ни говорили, я нарушу свои абстракции. Я делаю то, что мне было. И я никого никогда не слушаю. Я не заходила в YouTube. Я просто метод антироскетасу делала. Я сама вот это вот. Пока сама я не проверю. Я никого никогда не слушаю. Я 30 минут не слушаю. Вот. И у меня зиг был такой, почему-то я не знаю, потому что сама себе забыла какую-то илюзию работу, что если я буду каждые сутки запускать, это будет намного эффективнее. И для меня это уже реально намного эффективнее. То есть долго в сутки и не на много дней, а каждые сутки запускаешь. Сутки прошли снова запускаешь. Сутки прошли снова запускаешь. И не выявлять опять же аудиторию, делав какие-то разделения. Нет. Ага. Нет. У меня и продажи, и приказы, и сумки, и ног все. Матью. То есть вообще всех лоборобер. И в городах я стоячу больше. Городов и тучи. Тем более идет охват больше. Таня, каждый день раз вы публикациями? Ну, могу сказать. Или прилипыли. А как вам шлипшие угодно? Нет, ну я публикациями. Ну, любые можно. Да. Ну, у меня я... Инстаграм я как бы пытаюсь вести как субличный бренд, но я его так... Я бы не сказала, что прям... Нет. И... Таня, я запускаю тот день после сотрудников. Я не продвигаю этот личный бренд. И на свою личную атаку, допустим, да? Свою личную фотографию не продвигаю. У меня только после сотрудников на это движение идет, чтобы выходящий по ценам. И не продвигать. Потому что сейчас настолько ли не народные, и они читают эти тексты. Читать истории, то, что ты пишешь, ну... Сталкиваешься, потому что людям это не интересно. И я не знаю, какая там должна быть мега-какая картинка. Ты такой, ну что, должен выложить, чтобы человек взял это и прочитал. А тут ты просто читаешь и смотришь историю. Когда ты запускаешь кнопку именно продвигать, она вылазит автоматически и в ленте этой рекламы, и в историях. И то есть ты можешь там по истории вылазить, где-то попадется эта реклама. И человек как бы глюнет. Потому что просто по факту, то есть, проще, требуются в ленте работы в Инстаграме. Все. Мамочки в декрете, которые хотят заработать там под работа дополнительная. И их это начинает интересовать. Самое главное, не писать сразу, что это сетевой маркетинг. Потому что у всех людей стихическое к этому отношение. Они думают, что если сетевой маркетинг будет, то значит все, бабки там забирают, нужно отдавать. Угу. Вот. Да. Лучше написать это завуалированно. И потом просто человеку уже этот ответ нормально объяснить. Потому что когда ты своими словами уже начинаешь, а сразу люди общаются с ним, ты уже все равно, да, волевая, через там пару строк, и все равно понимаешь, да, какой человек, что будет в руках вообще, да. Обязательно спрашивают, откуда, сколько лет чем занимается. Вообще, чтобы жизнь не делает. Чтобы я понимала вообще. И я то же самое это же сообщение пишу. Если я задаю эти вопросы, это получается, да, как на таком новаре, как на просе. И я сразу же так закидываю другое сообщение повторное, чтобы, я здесь все просто должна понимать, как мы с вами общаться. Потому что я всегда одна вы, а иногда попадаю в то, что девочки из 16-13 лет, и, ну, вообще, как бы, как бы так. Я пришла в марте, лидерская квалификация у меня была в сентябре. В сентябре было 9%, а в сентябре было 17%. Ну, получается, полгода, полгода к этому шла. Ну, я папку только купила через 3 месяца. Типа. Я продавала, то есть папки работала. У меня рулила телефонные, тронные клеера и тронные каталоги, и я чисто в телефоне всегда показывала продукцию. У меня руки в основном не шли, у меня шли в основном соцспрей. Потому что для ребенок было 4 месяца, и я на-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ja-та-та-та-та! Совспрей просто. И я её в пачках не соцскладного сила. Папку не упала, потому что не было возможности, был маленький доход, строить съемная квартира, жить по красным ценникам, когда у тебя остается очень мало денег, ты идешь просто постоянно курица, постоянно макароны и думаешь, когда эта жизнь закончится. И я не могла себе даже возводить, потратить 2000 на эту бабку. И только спустя три месяца, вот я в начале, в марте пришла, в начале июля только купила себе бабку. И вот после игры я уже прямо начала, в июне я шесть закрыла, июду же шесть, август, сентябрь девять, и октябрь семнадцать. Ноябрь двадцать, декабрь двадцать пять, июльбарь двадцать пять, июльбарь двадцать восемь. Октябрь золото, декабрь золотина. Да, получилось, в 2018 год у меня октябрь сто шестьдесят тысяч, зарплата на двадцать восемь процентов. А октябрь, получается, октябрь сто шестьдесят, нарябрь триста двадцать, декабрь четыреста девяносто. А октябрь, это тюрьма с 2019 года на блатине, и жду свою в праге тринадцатую зарплату. Скажите, пожалуйста, вот я думаю, что у всех такая ситуация была, что пишет, а строже. Есть сходящие сообщения в WhatsApp, в Instagram, не важно, они расставы начинаются, но у меня больше всего вступят поставить одно сообщение, Когда первое сообщение предпишет, скажите, пожалуйста, это седьмой? Да. Я говорю, пожалуйста, это седьмой. Спросите, спросите. Что надо ответить, ну так, чтобы сказать, понести до человека, что это седьмой, ну это... Я по факту отвечаю, но вам не советую. Для тебя уже могу так отвечать. А вам я бы посоветую, ну как, просто спросить, задать ему встречный вопрос, зачем вас... Ага, что, а что, а что такого седьмого? Почему у вас такое сложилось мнение какое-то скептическое? Что произошло, что вы именно говорите, ну, именно про седьмой, просто спросить, дать встречный вопрос. Если вам нужно седьмой, вот как вы седьмой? Задает вопрос, да. Не надо, может седьмой, а мне седьмой. Не нужно седьмой, где для молодых? Да. Ваша, ваша страна была, при понятии лидеров своей команды? Или лифтам, ваша лифтам, как бы... Или лидер, тут как бы... За счет ширины нарабатанного зарплаты лидер, или за счет 2-3 лидеров лидеров. Давайте начнем с того, что пробка у нас складывается из зарплаты, и вы прекрасно видите, что есть некоторые лидеры, находившись на статусах плати, но они находятся ниже золота. Соответственно, они ширины, и есть определенные там ключевые 3-4 человека, и все, а ширины нет. Кто-то сидит наверху, кто-то сидит внизу. И сейчас спасибо руководству, что они дают показать людям то, что зарплата, мы в золоте, мы в платье, это всего лишь бонусы в зарплате. Самые первые, самые, самые большие деньги, это дает первый маркетинг. Первый. От 3 до 28. И если у тебя на нем будет зарплата шейх, тогда ты будешь чувствовать себя шикарно. А если ты выскоришь просто глупо трех лидеров, которые... Если просто 3 лидера, я могу так сказать, если просто 3 лидера у вас будет в первой ветке, у нас в золоте, у него будет за 1 до 140, тысяч на 2, тебе 100, у него тут есть. Все. Это 3 лидера. И никому не советую. Нужна ширина. Деньги находятся в ширине, а кто знает, это стабильность. Деньги в ширине. Вы получаете с каждой из своей ветки разницу. Чем больше у вас веток, тем больше у вас будет разница. Компания не дает зарабатывать просто 28% из сети. Если у меня есть там 10 веток, да, и эти 10 веток на разных процентах, то соответственно, с одной я имею 20, с другой я имею 25, потому что там это 3%. С третьей я имею 18. 17-15. Сколько вы еще не складываете этот процент? Поэтому... Можно еще один вопрос? Вот я понимаю, что ширина у вас большая. Соответственно, потому что у вас чек большой. Как вы справляетесь к этому мнению? Если у вас много людей, как вас хватает уделить внимание каждому человеку? Есть группы общей чата. Вы работаете в вашем чатах или работаете со своими лидерами? Я не работаю, я делаю со своими лидерами. Если лидеры есть основные, то они уже сами самостоятельные, они сами могут поработать со своей веткой. То есть есть ветка Настя Караметян, это золото у меня, под ней замедлено. Есть Вика Колнова, под ней Кристина Гончарова. То есть есть еще девочки, лидеры. И они сами уже в состоянии работать со своими структурами, потому что они делают просто бешеные обороты. И люди эти сами уже получают огромные зарплаты. Поэтому... А со своими людьми, это... А с остальными ветками, у меня есть чаты, чаты моих малышах, которые... У меня только новички едят. И у меня больше 9%, больше 20-ти чатах, наверное. И люди именно до 28% ветки. Все партнеры до 28%. Я со всеми работаю. Работаю в чате, на постоянные голосовые, на постоянные детские. Постоянно одеваться на работу, на веру в себя, чтобы люди понимали, что все возможно, что все реально. И чтобы они не загоняли себя в какие-то ограничения, то, что это вот нельзя делать, еще что-то. И с некоторыми бывает, если с вами могут даже, если выгружаем москве человека. Потому что бывает даже на личном фоне. Как работают со всеми. Но так... Есть, конечно, те, кто долго и кричит постоянно. Ну, как бы я не долго. Блин, я есть, почему бы не... и не отказываюсь работать со своими людьми. Вообще. Моих приоритетов, чтобы люди из вырослых, чтобы они начали получать эти доходы. Да, если бы не было, то, что бы не было. Татьяна, можно вопрос? Ну, давай. Я понимаю, у вас команда огромная. Вот как происходит работа с командой? Есть такая позиция кнут и пляник? Вот какой кнут вы даете, и какой пляник? Пляник, молья, молья. Пляник, молья, молья. Тут кто, который, как бы не был дам? ругаться, это происходит в чатах. Есть девочки, которые, лидеры некоторых параллельных структур заходили ко мне в чат, и они просто офигевали. Они офигевали от активности и от того, как я с людьми общаюсь. Но у меня это все происходит на такой волне, что люди меня понимают. Они понимают и начинают работать. А знаете, почему так происходит? Потому что она не пытается быть никем, она просто такая, какая есть. Мы же все идем на людей, да, и я не знала Таня, когда пришла, но до того же окна я поняла, что мне круто повело. Это моя энергетика, мне круто повело. Она просто не притворяется, она просто не пытается быть кем-то, она просто настоящая. Да, у нас так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть один теплый контакт, но опять же, я жила в том новой веке, как у новых, от которой Кристины Горчарова. Мы с ней раньше работали, ранее, вместе, мы как бы знакомы лично. Но опять же, я ей написала в ВК, то, что вот такая-такая тема, она мне как бы написала матом. Она думала, что меня взломали просто, она мне звонит, ты че? Она мне за вас нажала. Я говорю, Вика, я говорю, это я. Я даже единственный человек, который со мной пришел, и которая даже мотивация никакая не нужна была. Я ей просто сказала, все, идем. И когда-то у меня какой-то был один раз, у меня был всего лишь упадок, и я просто к ней написала, я говорю, ты че? Откренела? Я говорю, почему? Я говорю, кто-то там на Кавказе может, а ну нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Все. Потому что, потому что тогда придя, я смотрела, меня добавили в чат, и у меня спонсор из Дагестана. И то есть я смотрю, я зашла, и просто полностью весь чат, ну, девочки в хижабах, и я такая, это что? Я такая, для меня это, ну, было такое первое спонсор, и они там чеки скидывают, все скидывают, и я такая думаю, ну, в смысле, я, чем я хуже? Я всегда с тобой говорила о том, чем я хуже руки есть, многие есть, телефон есть, интернет есть, почему? Нет. Разобьюсь, но давнюсь, год набила цель. Все. Я пришла, я поставила себе цель, что я в марте написала, по поводу не именно написать, прописывать свои планы и цели. Я в марте пришла, я написала о том, что в октябре, в сентябре у меня будет квалификация 17%. Я не с сентября забила, забила в октябре, но опять же, как и перескличилась с 9 на 17. Какие могут быть, вы как-то начали? Вы активнее работали, или что? Ну, и работала активно, и, соответственно, люди у меня тоже были замотивированы, работали. И всегда, то есть придя, я писала, вот, ладно, у меня был сентябрь 17%, и был март, спустя год, это было 28%, доходит 100 тысяч. Даже 28% я не писала, просто вот спустя год, доходит 100 тысяч. Наступает февраль, у меня это просто месяц. То есть я, там я опоздала на месяц, тут я минусовала этот месяц. Я помню, мы сидели в офисе в Краснодаре, это был 2018 год, это был июль, Сила Якова, Людмила Натойна, Хлебушкина. И мы писали планирование на ближайшие 5 лет. И я сидела, когда я записала то, что, ну, как вот там дом, лилок, квартира, вот это все это. И главный у меня был план, в 2019 году, в июне у меня будет первый МСДС. Все. МСДС есть? Мы в июне, в мае. Раньше. Чего раньше. И у меня такой пункт псих, вы просто не представляете. Так у меня планочка ехала по этой машине. Я потому что пошла сдавать в октябре, но я не могла не поставить эти права, просто я не могла сдать, я не могла не выкупить ничего. И почему у меня не получалось, я до мая. И только в мае я нашла выход, чтобы, ну, забрать свои права. И потом я просто снова вспоминаю за свой блокнот, который у меня был именно июнь. Я 28-го получаю права, 29-го я уже на машине. У меня настолько планочка перекрывата, что я машину себе хотела, чтобы на следующий же день после прав я уже наносила. Ну, я разговариваю с людьми, я списываю голосовые. Голосовые у меня проходят на таком фоне, что я еду просто, я ругаюсь очень много. И я вот, я не знаю, я продолжила. Я ругаюсь, но при этом я мотивирую людей, они начинают работать. Не так, что если я там поругалась, как это я вижу, происходит в других структурах. Если там лидер поругался, я общалась с той девочкой, она говорит, все, мои до меня зуб заточили, ничего не хотят делать. Пытаются все что-то повторять, но не получается. Каждый человек он индивидуален и должен понимать, может ли он общаться так с людьми. У меня вот так получается, я ругаюсь, я ругаюсь много. Сейчас у меня голосов нет. Прям, прям. Как-то керриц. Жесткие бывают. Ну вот такая вот мотивация происходит, то, что я на повышенных тонах всегда рассказываю людям, мазонируя, как на эмоциях все, что вы сможете. То, что они смог, тот смог, этот сможет. Прилагаю к этому примеры. Рассказываю. Прививки делаю людям. Прививаю это все им. Кто, если убивает, так что на личностные встречи переходят, он созванивается. Но в счастье вот я работаю только голосовыми. Там нет, говорят, когда Таня не дает нам шутерс, но само это голосовывается. Но не так, что я закидываю туда лепушку. И они так сами барахтаются. Я всегда общаюсь с ними. Да, невозможно. А вот ты их мотивируешь. Понятно, уже кнутом, да? Но ты их на что мотивируешь? То, что вот вы станете там в 28, там получите то-то, то-то от компании или на их в 28? То есть там она хочет определенное что-то, да? То есть ты их мотивируешь, что ты это добьешься и сделаешь свою, да, цель? Или ты добьешься... Не на цель, просто на то, что она сможет дойти до определенной квалификации, до определенного дохода и иметь все так же, как, допустим, имею сейчас я. Что она, допустим... Именно мотивация на то-то, что она сможет поменять свою жизнь. У меня-то тоже было совсем другое. Она сможет... Не на определенную то, что там вынишь на 28%. Просто мотивация на работу. Мотивация на то-то людей, чтобы повышался оборот. У нее, соответственно, был повышался доход. Именно вот на работу мотивация. То, что она именно... Она сможет. Не так, что она... Не так. Смогут все, кто захотят. Это всегда вот было и будет. Каждый сможет. Тот, кто будет выполнять каждый божий день определенные действия. И не так, что создавать себе иллюзию того, что якобы... Ну да, я там работаю. А люди пишешь. Ну да, там 28 в день написала. А что мне это, знаешь, прикол? Я столько многое написала... Я уже пап. Я говорю, а сколько ты написала? Я не стилю им написала. Я, наверное, это что, дура, что ли? Просто. Ну прикольно вообще. Имитация. А что там? Вот как девочки там парят и пишут. Я там каждый день выполняю то-то, то-то, то-то. И я говорю, что ты выполняешь? Ну сегодня я там одно там то-то, то-то сделала. И в основном, конечно, бывает так, потому что я сама не душе. Ты там где-то 300 смс в день отправила? Нет. Рекламу загустила? Нет. Фотки обработала какие-то для постов в Инстаграме? Нет. И многие люди себе создают иллюзию, потому что они якобы работают. И сами все же опадывают. А вот с такими людьми дальше выгружаете в тени? Или вы говорите, ну... Либо... Либо... Да. Либо... Я не работаю с ними людьми, кто не хочет. Если человек хочет, то я понимаю, что он хочет. Но я с ним работаю. Но если он не хочет, то я вижу, что он не хочет. Я когда его не опекаюсь, ну сиди, ну в чате сиди. Надо будет на Миши. Все. А сама доставать, опекать. Я этого не делаю. Я не опекаю. Если ты не хочешь, то надо до свидания. Сиди, в чате сидишь, и получаешь информацию. У нас получает свое основное. Скажите, как-то да. Все-таки у нас на Павказе особая улетика. И так как Павказ работает, никто не может проводить. Так, где? Как? 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 Не поняла. Это уже от человека зависит, насколько человек прост, что он из себя изучает, как он обещается, что он делает. Это просто от тебя самого идет, какой день такая у тебя команда. И какой-то целенаправленности нет на то, чтобы ее сплотить. Я занимаюсь другим делом, я занимаюсь, чтобы человека подушили на работу, поднять ему эти вакцины, чтобы он работал. А это все само автоматически происходит, потому что какой-то иритий, иритий. А вот вопрос. Где лучше рекрутировать, в фейсбуке или в инстаграме? Я не работаю в фейсбуке вообще, я работаю в инстаграме. Для каждого человека, что он, свой мир. Но вы не пробовали в фейсбуке? Я же рассказывала, но я пробовал. Так, именно я просто на рекламу запускал в фейсбуке. Были входящие заявки, выходящий поток, очень большой, трудный бой. В фейсбуке не нравится, я вижу поток и инстаграм. Нет, конечно, они уже знакомы, надо научиться так. Зарезать. Зарезать. Всегда по-разному. Среди жилые песни. Ну, это про фейсбуку. Работает. они и те же просто как-то вот это у меня вот это навык, как раз, у нас есть метод, называется «Мир в нашу открыть», да? если ты хочешь научиться работать в инстаграме, ты можешь что делать? натыкать хочешь сейчас какой-то новый проект, какой-то новую рекламу какую-то? натыкай, попробуй, ну полазите немного времени за это, открывайте телефон и начинайте тыкать просто надо начинать и все давайте поаплодируем сейчас, поприветствуем